Здравствуйте! Мы на канале Процветок. Я Ирина Сапешко, ландшафтный дизайнер, преподаватель и просто садовник. И сегодня вы у меня в гостях. На улице уже сентябрь. И мы посмотрим, что же растет, цветет и радует нас осенью, в начале осени. Чем дышит сад, приносит какие радости. И сегодня у нас будут солировать травы. Одна из основных ошибок при выращивании трав в саду, это незнание их отношения к холоду, к сезонности. Смотрите, есть травы теплорастущие и холодорастущие, или теплосезонные и холодносезонные травы. Что это такое? Вот перед нами овсяница азурит, нижний слой голубая, и мискантус, как пример, мискантус молепартус. Овсяница азурит относится к холодно растущим растениям, а мискантус к теплорастущим. Что это значит и как это влияет на их применение в саду и на вообще культивацию в наших условиях. Дело в том, что овсяница начинает рост, и такие травы другие же есть, такие же холодорастущие, осоки многие. Они растут при очень низких, начинают свою вегетацию при очень низких температурах. И, следовательно, их можно высаживать на первом плане, потому что как только сходит снег, у нас уже земля закрыта. А овсяницы, например, они даже и зимне-зеленые. То есть они даже, никогда почва не бывает пустой и открытой. Поэтому можно это учитывать. А вот мискантус, видите, он посажен на втором плане, потому что это теплорастущая трава. И он начинает свою вегетацию только в мае, даже в середине мая. А, например, проса, теплорастущая трава, она иногда начинает вегетацию только в начале июня. И вы представляете, если бы они сидели на первом плане, то долгий период у нас была бы просто некрасивая голая поляна. Или же мы начинаем копать и смотреть, не всходит трава, наверное, она погибла. Нет, нужно подождать. Теплорастущие травы просто начинают позже выходить. Вот я это очень часто встречаю ошибки. Или выкопали, потому что думали, что погибли эти травы. Все остальное взошло, например, в мае. А люди думают, что в прошлом году была куплена или здесь выращивалась какая-то теплорастущая трава, она исчезла. Она не исчезла, нужно просто подождать. И помнить, что хорошо им как бы прикрывать ноги, если можно так выразиться, холодорастущими травами. Овсяницами, осоками, ну и другими травами. Я уже не буду сейчас пока их перечислять, мы их все увидим. Обратите внимание, что обязательно мискантусы, теплорастущие травы, должны быть на солнце. Потому что они должны прогреться, иначе не могут выпустить свои прекрасные метелки, вот эти яркие. А еще одна очень важная такая особенность и ошибка бывает, это неправильные сроки размножения, деления. Потому что травы достаточно дорогие, особенно мискантусы. И хочется их быстрее размножить. И часто люди делят их не в то время, когда нужно, они погибают. У меня была такая ошибка с мискантусами также. Я, видя большие вот такие роскошные экземпляры, мы любим делить многие многолетники осенью, в начале осени или в конце лета. И тоже вот поделила, была в сентябре. Но они замерли, и все пропали, потому что они растут, сгнили, они растут только в теплых условиях. Их делить мискантусы и все теплорастущие травы, я советую где-то в начале лета, когда они достигают не менее 10 сантиметров от земли. Тогда они успеют укорениться у вас до осени и лучше перезимуют. Вот это очень большая такая ошибка многих-многих моих, ну, заказчиков, друзей. Не торопитесь, покупая осенью большой экземпляр, его делить. Лучше его сохранить целиком, не рассаживая до весны, даже до лета. Что нужно знать при выборе декоративных трав и при покупке их? Ну, во-первых, посмотреть на контейнер. Очень хорошо, когда уже корни видны, когда вы достаете ком, и он не разваливается. И весь ком оплетен корнями. Потому что, когда они прижитые, некоторые травы очень тяжело приживаются. Например, малиней в молодом возрасте, они, во-первых, медленно разрастаются, очень медленно. Поэтому, если уже покупаете, хотите быстрее увидеть взрослое растение, то покупайте хотя бы двухлетнее растение. Если согласны подождать пару лет, чтобы увидеть во всей красе, то будьте к этому готовы, когда берете маленькое растение. Естественно, оно уже дешевле, но имейте в виду, что ждать вам придется долго. Обратите внимание на то, что лучше всего теплорастущие травы высаживать, не торопиться при покупке весной, высаживать сразу в грунт. Подержите на подоконнике, пусть они немножко, если вы, например, на выставке купили в феврале или в марте, то подержите их, пусть они у вас прогреются где-то на подоконнике. Иначе, если вы сразу их уже растаяло и в холодную сырую почву посадите, они могут сгнить, не выйти. Такие тоже бывают ошибки. Прогрейте их, пусть они хотя бы сантиметров 5 от земли отрастут, начинается вегетация, они защищены, они могут убрать лишнюю влагу, и тогда дальше уже с ними ничего страшного не происходит. Если осенью покупаете, все-таки часто идет спор, прятать их на осень где-то в подвале, в каком-то схроне, как у нас говорят, или же высаживать. Я предпочитаю все высаживать, просто стараюсь высаживать на возвышенностях, потому что зимы у нас стали не холодные морозные, а сырые. Вот они страдают, все травы в основном, ну я не имею в виду болотные, да, прибрежные, а такие как мискантусы, пенисетумы, они страдают от излишка влаги, от переуложнения, от грибных заболеваний, соответственно. Ну, потому что по цепочке все эти проблемы идут. Так вот, лучше сделать уклон, на этом уклоне высадить и дать легкое укрытие. Я предпочитаю нетканный материал, светлый, чтобы он не грелся. И, конечно же, чтобы дышали растения, он легкий, такой воздушный должен быть, просто как зонтик, понимаете, да, некоторые сооружают зонтики. Но вот обратила внимание, что укрытие еловым лапником не очень хорошо в последнее время, потому что, ну, вы понимаете, он пропускает влагу. Он хорош был на морозе, когда земля замерзла, и только немножко сдерживает температуру, держит снег. На нем держится снег на лапнике, и, конечно же, под снегом температура выше, простите. А сейчас это не работает, потому что вся вода через него проходит, и даже наоборот, иногда бывает толстый слой лапника, он сдерживает испарение воды, а нам нужно быстрее, чтобы испарилась вода, и подсохла растение, и прогрелась. И поэтому иногда даже при укрытии лапником растения, ну, я имею в виду только наши травы, сегодня о травах говорим больше всего, они погибают. Поэтому думайте, смотрите, всегда садовнику нужно быть пытливым, смотреть на почву. Например, если у вас почва песчаная, то, конечно же, вы понимаете, что растение быстрее, ну, лучше сохранится. Если суглинок сожмется в этой глине, оно просто у вас может погибнуть. Да, всыпьте песка, добавьте, и все будет хорошо. Сейчас мы стоим у роскошного куста травянистой травы Мискантус. Мискантус зибринус сорт. Почему называется зибринус? Потому что, вот видите, у него белые полосочки по всему стволу и по листьям. Очень интересное растение, мощное, неприхотливое. И чем интересен он еще, что осенью вот на этих бликах белых отражается солнце. Если смотреть на него на закате, то розовое небо просвечивается через эти полоски, розовое, ну, цветное небо, и он получается немножко цветным. Я очень осторожно отношусь к Мискантусам полосатым, потому что, знаете, когда в саду очень много пятен, рябит в глазах. Но у него настолько огромная масса, что эти полосочки теряются. А сам он выглядит очень здорово огромной, светлой такой, светлой массой. Обратите внимание, что этот Мискантус очень редко в наших условиях зацветает. И это большой плюс для тех, кто боится аллергии, вот, цветения трав. Но в том году, в прошедшем году, когда была теплая август, осень, он успел выпустить свои соцветия. И мы впервые увидели его в цвету в наших условиях, в условиях Белоруссии, Минщина. Чем он интересен еще? Что осенью он защищает от ветра. Можно сделать ветрозащиту. Весной он небольшой будет, потому что это тепло растущая трава. А осенью он стоит, и даже поздней зимой, иногда мы здесь на креслах отдыхаем, он у нас не срезается, и получается, что у нас очень здесь уютно и тепло. Перед нами холодно растущая трава овсяница азурит. Один из моих любимейших сортов овсяницы, потому что она очень устойчива. Мы вообще в последнее время говорим об устойчивых многолетниках в саду. То есть тех растениях, что значит устойчивых, которые не требуют постоянных подвязок, пересаживания. Они долговечны, они не требуют особого ухода, подкормок и так далее. Так вот овсяницы также относятся к этой группе растений. Чем они хороши? Они даже зимне-зеленые. Правда, этот сорт, видите, с голубизной, но зимне-зеленые, вы понимаете, то есть они зимой сохраняют часть листвы. Если какая-то часть весной пожёкнет, её просто нельзя срезать, а нужно вытянуть, можно так сказать, почистить. Овсяница хороший фон. И для многих других растений, например, я иногда между ними высаживаю клубнику ремонтантную, ну, садовую землянику, и она осенью греется на этих листьях, заползает на них, и получается, под солнышком мы проходим и собираем здесь ягоды. Но в этом году решили почистить и оставить овсяницу такой большой куртиной. Она у нас здесь заменяет газон. Очень любит дренированные почвы, то есть не нужно готовить специальные богатые субстраты. Ещё замечено мною, что на более бедных почвах у неё листва приобретают более голубой оттенок, и кусты более устойчивые. То есть, представляете, вы приходите в сад, у вас не совсем подготовлена почва, вы добавляете ещё песка, если у вас суглинок, а на песчаный то вообще ничего не нужно, и они прекрасно себя чувствуют на горочках, на возвышенностях. Я считаю, это просто чудо растения. Есть другие сорта овсяницы, они менее устойчивые. Вот как-то азурит мне больше всех нравится. Во-первых, она не сорит, она даёт очень мало самосева. Сейчас мы стоим перед такой экспериментальной куртиной, в которой солируют травы. Причём я посадила вместе холоднорастущую асоку мускингуменскую, или же её называют пальмовую. Вот она на втором плане, у неё такие вот веточки, заканчиваются маленькими пальмочками, как драцена комнатная, если кто-то представляет. И на первом плане у нас сейчас прогрелся на солнышке теплорастущий злак пенисетум, сорт хэмил. Мой любимец, и не только мой. Мы ждём его распускания, потому что его люблю не только я, не только гости и друзья, но и наша многочисленная команда котов. Они их, наверное, принимают за мышей, и всё время подбегают и с ними играют. Вот если бы поймать этот момент, это очень весело и радостно. И, конечно, в осенний сад это приносит движение, радость и улыбки на лицах. А вы понимаете, осень, грустная пора, но травы не дают нам грустить. Это, конечно, немножко шуток, но я хочу рассказать, почему я так плотно посадила и чего я хотела добиться. Задача была вырастить на солнце клопогон, цементифуга. Вот она на втором плане, вся в пчёлках, ароматное, замечательное растение. Мы все знаем, что клопогоны все любители тени, полутени, полутенистых мест. Обратите внимание, он у меня растёт на открытом солнце. Целый день с утра до вечера его выжигает солнце. И он замечательно цветёт, обильно вы это видите. И достигла этого благодаря правильной посадке и совмещению с травами. Он высажен на немножко приподнятой клумбе для того, чтобы не замокали травы, а не он. А травы для него являются прикрытием. Ведь главное для клопогона не то, что он сам на солнце растёт и страдает. Главное то, что здесь закрыты его ноги, можно так сказать, корневища. И трава холодорастущая, а сока, видите, она к нему приближена, она выходит очень рано. Фактически поднимает снег, если можно так сказать. Соответственно, клопогон не перегревается. И это его свита из травы создаёт ему очень комфортные условия для выращивания. Потому что под ним собирается влага, трава задерживает испарение влаги, не даёт перегреваться. И клопогон набирает силу. А уже сейчас, осенью, когда ему цвести, подушка из травы не даёт перегреваться. А самое главное, у нас сейчас холодные ночи. Дни жаркие, но ночи-то холодные. И ему очень комфортно. Хочу обратить ваше внимание на осоку мускингуменскую. Это моя любимица. Она проходит через весь мой сад. И почему? Я вам расскажу. Потому что она самодостаточна всегда. Она является фоном, даже, смотрите, для самых банальных георгин бабушкиных цветов. Которые вроде бы кажутся не модно. Но на фоне этой осоки настолько здорово они смотрятся. Потому что она их оттеняет своей насыщенной зеленью. Во-вторых, она очень подвижна. То есть она выращивается у меня и в контейнерах. Причём зимует в контейнере без укрытия. Она может не надоесть. Летом разваливается немного. Я её срезаю. И буквально через 2-3 недели восстанавливается куст. И вот этот куст, кстати, у нас сентябрь. Очень свежая, видите, яркая зелёная зелень. Немножко извините за тавтологию. Потому что она была срезана и восстановилась. И благодаря этому будет такой оставаться красивой, яркой и сочной до декабря. Иногда даже в декабре всё уже у нас срезано. А сока стоит зелёной. Она чем ещё хороша? Что не требует подвязки. Я её свободно пускаю расти в тени и в полусолнце. И на ярком солнце, обратите внимание. Тут у неё ещё функция закрыть холодорастущий злак райграсс бульбоносный. Эта трава очень красива весной. У неё почти белая листва. Но ужасно быстро теряет свою декоративность в середине лета. Потому что на ярком солнце она падает в спячку. И может просыпаться только если к осени, когда осень сырая и прохладная. Поэтому уже в июне в этом году она на открытых местах теряла декоративность. А здесь, обратите внимание, всё лето простояло яркой белой. Благодаря моему такому приёму прикрытия листьями болотного ириса. С южной стороны он выше его. А с восточной стороны её прикрывает осока мускенгуменская. И получается, что трава не перегревается. И сохраняет свою декоративность райграсс на протяжении всего сезона. Это тоже часто бывает ошибкой при посадке, при выращивании многих трав. Не зная их теплосезонности и холодосезонности. Не зная этих параметров. То часто на первом плане райграсс, где-то на фотографии вы увидели белый, красивый, яркий. Высадили на первый план. И у вас, опять же, пробел на долгое время в середине лета. Пожухлое, страшное, суховое сено. Знаете, многие травы мы выращиваем в контейнерах. И, конечно, осока здесь тоже это незаменимо. Во-первых, она может быть самодостаточной. Просто одна, расти без всякой свиты в контейнере. Но контейнер должен быть не такой глубокий, как широкий. Потому что у трав корневые системы не очень глубокие. А они любят дышать. То есть должен быть хороший дренаж. Вот перед вами осока черная. Очень красивая трава, холодорастущая. Опять же, обращаю внимание на... Как-то не обращают внимание люди на осоки. Так вот, смотрите, осока вырастает очень рано весной. То есть поднимается уже в апреле. Была высажена здесь в апреле. Была зеленая куртина. Сейчас сентябрь. Я не спешу ее ни обрезать. Ну, как-то менять ее, что ли, здесь. Мне нравится она. Вот такая, приобретает бронзовый оттенок, видите? И получается очень такая осенняя, смешная, веселая композиция. Такой пучок травы. Милый и интересный. Я напоминаю о том, что сейчас осень уже. Хотя она зеленая стояла. С тонкими этими поникающими соцветиями на входе. Стояла в современном таком горшке. Вы видите, замечательная бетонная сейчас плотная куртина. И я никогда, никогда их отсюда не убираю. То есть она достаточно эргересивная трава. А в горшке ведет себя прекрасно. И очень устойчиво. Зимой мы ее никуда не прячем. Она растет здесь уже лет 6. Вот еще одна очень интересная трава. С чучкой извилистая. Ауреус сорт. А чем она мне интересна? Дело в том, что она совершенно меняет свой облик на протяжении всего сезона. У нее очень красивое цветение. Светло-бронзовые соцветия были в конце мая-июнь. Потом я их подрезала. И здесь она является просто у нас фоном для очень яркого растения. Экзотического в наших условиях. Гибиско с болотой или же травянистой. Вот он перед вами. Очень яркий. После того, как мы срезаем эти метелки, она начинает активно отрастать. И получается у нас такой коврик. Иногда эту траву можно высаживать вместо газона на маленьких площадях. Потому что на большой площади... Ну, мы ее не косим. Вот почему. Но на большой площади все-таки бывают выпады. Потому что она друг на дружку нарастает и выпривает. Но очень интересная трава. И ранней весной, вот так нас радует в апреле, она ярко-ярко-салатово-желтая. На нее все внимание. Все подходят, ее гладят. Очень мягкая листва. Потом эти соцветия интересно ведут себя ее во время дождя. Они раскладываются веерами. На фотографии это все увидите. И потом они очень прогреваются и быстренько поднимаются. В общем, такое движение в сад приносит. Настолько редкая в наших садах трава. Почему редкая? Потому что кто пробовал выращивать, когда ее просто высаживаешь на недренированную почву, она может замереть и не развиваться, и даже не твести. А вот когда достаточно рыхлая почва, легкая почва, она бушует. И тогда вы увидите и соцветия. И она покажет себя во всей красе. Поэтому, опять же, садовник – это знание. Знание, еще раз знание. Перед вами еще одна моя любимая осока. Осока моравская. Ну, ее еще называют морова. Вот так в переводе. Обратите внимание на ее яркую листву. Варигатная. Ее достаточно много сортов. Чем хороша эта осока? Во-первых, она не расползается. Я не люблю растения сорящие в саду. Это вызывает лишний уход. Плюс ко всему, она зимне-зеленая. То есть зимой сохраняет листву. И почему я хочу подробнее о ней поговорить. Бывают ошибки при ее выращивании. Особенно, когда ее используют как почвопокровное растение. Она и любит тень, и тени выносливо, и тени любиво. То есть два таких параметра. Но на солнце тоже можно высаживать. Только помните о том, что ранней весной, когда корни еще не работают, они замерзшие, не поставляют влагу, она может подгорать, как подгорают хвойные из-за недостатка влаги. Из-за недостатка влаги. Поэтому помните, что ее можно притянить, просто прикрыть на этот период, когда перепады ночных и дневных температур большие. Это конец февраля, а март, ну зависит какая погода на улице. Просто этот период переждать. Некоторые даже подливают теплой водой ее, чтобы быстрее растаял лед, снег. И прогрелись корни, и стала поступать влага к листьям. Но это тоже способ. Конечно, я человек ленивый, этим не занимаюсь. Я просто помню о том, что ее можно притянить, чтобы не было резких перепадов. И здесь я, естественно, их притянила. Во-первых, у меня здесь тень от арки, от клематиса. А второе, то, что она сидит под кустарниками, под хвойными. И вот эта самая опасная западная и южная часть, она всегда прикрыта. И поэтому эта осока достаточно быстро восстанавливается после зимы. Немножко только будет пожухлых листьев. Но зато, как здорово видеть, когда еще ничего нет в саду. Только-только сад просыпается. Вот эту зеленую яркую кочку. В апреле уже у нас здесь красиво. Дорогие друзья, сегодня мы только чуть-чуть затронули эту прекрасную тему декоративной травы в саду. И я думаю, что в следующих программах мы продолжим. Потому что их очень большой ассортимент. Они очень современные, интересные. И очень много вопросов еще у нас впереди. На которые мы попробуем дать ответ. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому